Для создания блока зарядки телефонов питания USB паяльников и подобного купил пару модулей с протоколами быстрой зарядки. Питаются от 6,35 вольт, отдают по 3,5. Приходят в антистатических пакетиках, заказывал у разных продавцов, шли долго. Ссылка на второй меньший модуль, он значительно дешевле, размеры большего 50 умножить на 17 умножить на 12 миллиметров отверстий для крепления нет. Размеры большего, больший модуль построен вокруг чипа SV3516, у продавца можно еще выбрать SV3518, этот модуль отличается наличием протоколов OnePlus VOOC и Opus Dash, он чуть дороже, мне эти протоколы не нужны и я покупал тот, что дешевле. На этом чипе делают много похожих модулей, с цифровым дисплеем, в металлическом корпусе, есть даже 2,4-канальная версия, передняя и задняя части модуля. На передней части написаны протоколы зарядки и возле выхода USB есть два светодиода, синий при выходном напряжении 5 вольт и ниже и дополнительно включается красный если работает протокол быстрой зарядки. Плата не может повышать, если на входе 12 в то напряжение 15-20 недоступны. Заявленный диапазон питания 6,35 от 5 вольт включается, но не держит нагрузку. Платка стабильно работает от 6 до 31 вольт. При напряжениях выше 31 работает, но при выключении нагрузки уходит в защиту, работает нестабильно. Протоколы зарядки, которые поддерживают два порта, в каждом есть 20 вольт, при включении нагрузки на второй порт перезагружается и выдает только 5 в оба выхода. Нагружаю выход USB Type-A. Без нагрузки выдает 5,1. При токе 3,5 А поднимает до 5,2 чтоб компенсировать сопротивление провода. При большем токе начинает падать напряжение. При напряжениях 9,12-20 вдержит ток 3,5 А. Второй порт Type-100. При 5 в выше 3 А напряжение начинает падать. С толстым кабелем удалось выжать с зарядки 15 Ватт при 3,1 А. При больших напряжениях ток тоже около 3 А, максимально удалось выжать 61 Ватт. Пульсации без нагрузки или с нагрузкой небольшие. Вторая платка поменьше и подешевле. У выхода USB есть синий светодиод, который светится, когда плата работает. Размеры 39 умножить на 20 умножить на 10,5 мм. Фотки измерений. Отверстий для крепления стоек тоже нет, есть радиатор, который прилеплен на половинки микросхем, непонятно насколько сильно он поможет. Протоколы, которые поддерживают платка, 20 в нет. Напряжение на холостом ходу 5,08. При 5 в ток до 3,5 А. При большем токе начинает падать напряжение. При напряжениях 9,12 в ток соответственно 2,5 А и 1,5 А. Пульсации без нагрузки и под током. При максимальной нагрузке сильно греется радиатор, обжигает палец. Итог, большая платка может выдавать ток до 3,5 А через USB Type A и 3,0 А через Type 100. То есть 60 и 70 Ватт. Можно питать ноутбук или USB паяльник. Меньшая платка не может 20, максимальная мощность около 20 Ватт, греется сильнее. Но она и дешевле. Какие бабки такие тапки. Можно встроить панель в машине, при заведенном двигателе будет выдавать на телефон до 12 В, если он попросит. Или встроить в старое зарядное для авто, в котором не было протоколов быстрой зарядки. Паяльник из прошлого обзора работает с обоими, но с меньшей платкой только при 12. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.